Вала Щух СД пишет вам эссе, жизнь и рок и ролл, Вала Щух СД Буду повторяться, но это важно донести до слушателей. Роковая ритмика вокала это в большинстве своем краткое произношение слов, синкопирование окончаний фраз, постановка ударных слогов в слабые доли тактовой сетки, не совпадение метрических и ритмических акцентов. И обусловлена такая ритмика ритмическими особенностями английского языка и английского тонического стихосложения. Различные подстили рок-музыки отличаются друг от друга инструментальными особенностями и техниками вокала, но они вторичны по отношению к единой вокальной ритмике, являющейся определяющим критерием всей рок-музыки без исключения. Поэтому, подводя итог своим рассуждениям и закрепляя сказанное, я приведу собственное понимание рок-музыки в виде некоего подобия теоретического определения. И надеюсь, что любители и ценители рок-музыки, а также неравнодушные музыканты, помогут его уточнить, дополнить и развить. А затем, я надеюсь, к нам присоединятся профессиональные музыкальные теоретики и помогут все это оформить посредством профессиональной музыкальной терминологии. Так вот, рок-музыка – это глобальный жанровый стиль вокально-инструментальной музыки, зародившийся в англоязычной среде Соединенных Штатов Америки на основе именно английского языка, его характерной ритмики и особенностей произношения, а также на основе характерных американских музыкальных жанров, таких как блюз и рок-н-ролл, в дальнейшем ставших жанровыми составными частями глобального стиля рок-музыки. Точно так же, как философия, побыв некогда матерью всех наук, в дальнейшем стала лишь составной частью глобального человеческого вида деятельности под названием «наука». Основной особенностью рок-музыки, отличающей ее от других вокально-инструментальных музыкальных стилей, является синкопированное ритмическое построение партии вокала, характеризующейся в первую очередь кратким произношением окончаний слов и фраз и в большинстве случаев синкопированием последнего ударного слога в стихотворной строке, то есть смещением его в слабую долю, приводя к несовпадению ритмического акцента с метрическим, а также распространенной постановкой и других ударных слогов песни в слабые доли такта. Второй и вторичной отличительной особенностью рок-музыки является характерное инструментальное сопровождение вокальной партии. Первое, чем резко отличалась рок-музыка от предыдущих музыкальных стилей, это жестким ритмом, как правило четыре четверти, и доминированием ритм-секции, то есть басовой партии с партией барабанов, которые работали громко и четко, без отклонения от ритма. И второе, рок-музыка с инструментальной точки зрения, это музыка гитарная. Она строится на основе гитарных партий, соло, баса и ритм-гитары. Партии ритм-гитары строятся, как правило, на риффах и зачастую синкопированы. Поэтому можно сказать, что рок-музыка это риффовая синкопированная музыка. Помимо этого, соло-гитара в рок-музыке имеет равные права с вокалом. Поэтому распространены гитарные соло. А в инструментальных рок-произведениях соло-гитара заменяет вокал и строится по той же ритмической формуле, с распространенным синкопированием последнего ударного музыкального слога в тактовой сетке. В дальнейшем рок-музыканты привлекали к аранжировкам различные другие музыкальные инструменты, заменяя, к примеру, соло-гитару саксофоном, флейтой, синтезаторами. Но основополагающими инструментами в рок-музыке являются именно гитары и барабаны. Но в любом случае, основной отличительной особенностью рок-музыки является характерное синкопированное ритмическое построение партии вокала. Любой подстиль или жанр рок-музыки ритмически строит свою вокальную партию идентично, и именно это их объединяет в один стиль. Подстиль или жанр рок-музыки отличаются друг от друга либо техникой вокала, либо набором инструментов, либо звучанием этих инструментов. Но ритмическая формула вокальной партии едина для всех, и именно она является тем цементирующим звеном, объединяющим все разновидности рок-музыки в единое огромное целое под общим названием рок-музыка. Если сжать все мои детальные объяснения во всех теоретических блогах в один абзац, то определение рок-музыки прозвучит следующим образом. Рок-музыка – это рожденная в англоязычной среде и отражающая особенности и ритмику английской речи и стихосложения, метризованная, вокально-инструментальная, синкопированная, гитарная, рифовая музыка с жестким ритмом, поддерживаемым ударными инструментами и преобладающей размерностью 4 четверти, а также специфическим построением вокальной партии с преобладанием коротких, обрывистых, нераспевных окончаний слов, синкопированных окончаний фраз и распространенной постановкой других ударных слогов слабую долю такта, что приводит к несовпадению ритмических акцентов вокала с метрическими акцентами аранжировки и что, в свою очередь, обусловлено особенностями английской речи и английского тонического стихосложения. Основным отличительным критерием рок-музыки от других вокально-инструментальных стилей как раз и является эта особенность построения вокальной партии. Ну вот и все. Я убил главную тайну рок-музыки. А простил все до нельзя. Теперь невозможно будет играть, что попало, и петь, как попало, и называть это рок-музыкой. Вот горе-то псевдороковцам и их поклонникам, и критикам всяким. Представляю, какая буря ненависти, насмешек и презрения поднимется в комментариях. И я пойму возмущение этих господ. Они же так привыкли доренчать на гитарах окискоженные и мнить себя рокерами. А оказывается, суть рок-музыки в другом заключается. Вот невдача. Но ничего, переживете. И пойдете уже осознанно петь попсу или шансон или бардовские баллады, к чему больше лежат ваши души. Ну или учиться петь по-рокерски. Придется выбирать. Тут уже никуда не денешься. Приплыли. Станция конечная. А вы думали, профессор Волощук СД пришел в рок-музыку поразвлекать вас? За фрика меня приняли. Нет, ребята. Я пришел в русскую рок-музыку, чтоб поднять ее на новый уровень. И пришел сюда всерьез и надолго. Но в любом случае, теперь нет необходимости спорить о настоящем роке и псевдороке. Теперь есть четкие критерии, определяющие подлинный, классический, аутентичный рок. Не ошибешься. Поэтому анализ любой песни на принадлежность к рок-стилю необходимо начинать с анализа ритмики вокальной партии. Если она синкопирована с краткими окончаниями фраз и постановкой ударных слогов в слабую долю такта, то можно констатировать, что основной отличительный критерий рок-музыки выполнен. И только после этого имеет смысл анализировать другие критерии, инструментальное сопровождение и технику пения. Но только для того, чтобы уточнить отнесение песни к тому или иному направлению рок-музыки, либо к производным от рок-музыки стилям, типа диско, либо вообще отнесение песни к эстраде или попсе, которые также часто используют рокерскую, синкопированную вокальную ритмику. Инструментал, аранжировка и техника пения уже окончательно позволяют отнести песню к тому или иному вокально-инструментальному стилю. Мне многие скажут, что все, что я рассказал, всем понятно и очевидно. Ничего нового скажут, ты нам не сказал. Тогда я напомню всем, что в литературе отсутствует определение понятия рок-музыки. Вы его услышали впервые. И еще, яблоко на голову падало многим. Но именно Ньютон открыл закон земного притяжения. Так и здесь. Всем все понятно, но именно Волощук СД сказал об этом первым. В западной музыкальной литературе, в том числе и в Америке, на родине рок-музыки, нет определения рок-музыки по одной единственной причине. У англосаксов нет потребности давать теоретическое определение рок-музыки, так как у них не возникает никаких сложностей с ее исполнением. Английский язык – самый распространенный язык в мире. Рок-музыка зародилась в англоязычной среде. Аутентичные рок-песни изначально поются на английском языке. Это для них естественное пение. Петь в такой манере для них – все равно, что дышать. Они не обращают внимания на особенности вокальной ритмики, обусловленные ритмикой английского языка и стихосложения. В этом для них нет ничего особенного. Только человек со стороны, иноязычный человек, да еще и пытающийся сочинять, играть и петь в стиле рок, может это заметить, так как ему приходится ломать себя, чтобы петь именно так, как поют американцы с англичанами. И только такой человек, иноязычный и пытающийся сочинять и петь рок-песни на своем родном языке, может понять, что именно ритмикой вокальных партий рок-музыка и отличается от других вокально-инструментальных стилей. Только этим. Больше ничем. Это не сможет понять обычный слушатель, и даже большой ценитель рок-музыки, или даже профессиональный музыкальный критик, не практикующий сочинения и исполнения рок-песен. Именно поэтому это понял русский рок-музыкант по фамилии Волощук С.Д. Многие наши, особенно молодые рок-музыканты, не знают, как правильно ритмически строится вокальная партия в рок-музыке. Поют как попало, думая, что они создают нечто новое под названием русский рок, но на самом деле они попросту выпадают из стиля. В продолжении этой мысли расскажу очень смешную вещь. Даже там, на Западе, и даже будучи урожденными носителями английского языка, многие рокеры также зачастую выпадают из стиля, сваливаясь в эстрадную распевность, равнодлительность и равнодольность с постановкой ударных слогов в сильную долю, в такт. То есть, оказывается, и их рокерам тоже непросто оторваться от великой американской эстрадной равнодлительной ритмической традиции, воплощенной в творчестве таких певцов, как Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Бинг Кросби, Луи Армстронг или Элла Фиттджеральд. Им также трудно уйти от распевности и постановки ударных слогов в сильные доли такта, настолько сильны эти эстрадные традиции. Так что наши псевдорокеры могут не обольщаться, думая, что псевдорок, который на букву Г, это их родное российское изобретение. Нет, господа, и это оттуда пришло. Наши псевдорокеры только довели его до высшей степени совершенства, всовывая в рок-музыку и эстрадное, и народное, и попсовое, и бардовское, и блатное пение. Наши же рок-музыканты старшего поколения еще отчетливо помнят свои первые впечатления от прослушивания рок-музыки, когда их шокировала и покоряла именно другая вокальная ритмика. И они учились петь именно так. Поэтому наши рок-первопроходцы очень хорошо чувствуют стиль и поют правильно. Не все, но многие. Никольский, Кинчев, Шклярский, Варшавский, Шахрин. Особенно хорошо это делает Андрей Макаревич. А совсем недавно я побывал на концерте группы Crossroads в Rhythm and Blues Cafe. Так прям наслаждался тем, как Сергей Воронов синкопирует окончание фраз в своих блюзах. Великолепие! Классика рок-музыки! Мои многострадальные музыкальные уши, вынужденно переслушавшие за последнее время тонны псевдорока, пока я разбирался с теорией рок-музыки, просто наслаждались от точного интонирования и синкопирования окончаний фраз, которые мастерски, с пониманием особенностей стиля и рок-н-рольно-блюзовым куражем делал Сергей Воронов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok